Друзья, сегодня я ознакомлю вас с Борисом Рогозиным. Борис – главный врач России по Айурведе, заведующий кафедрой РУДН. И с Борисом мы едем в июле в Индию, в один из лучших ашамов в мире. Будем там чистить тело и голову. Для предпринимателя важна голова, но чтобы она работала хорошо, нужно, чтобы было чистое тело. И сейчас Борис расскажет о том, куда мы едем, и что с нами там будет делать, и почему нам это важно и полезно, и почему это поможет нам зарабатывать больше. Мне нравится высказывание, что наше тело – это пила. И чтобы она пилила хорошо бюджеты, конверсии, чтобы повышалась все остальное, пилу нужно затачивать. И перед тем, как точить на шум, его нужно сначала очистить. Есть такой метод – панча карма. Ему уже тысячи лет. Можешь рассказать, что это такое, и почему важно начинать любые духовные, физические или умственные практики с того, чтобы очиститься? Панча карма – это дословно можно перевести как «пять очистительных процедур». Их делают на протяжении уже нескольких тысяч лет. Я сам, как практикующий врач, обязательно езжу хотя бы раз в году. И ко мне приходит очень много бизнесменов, людей, которые владеют большими проектами, людей, которые начинают новый бизнес. И я понимаю, как тело влияет на работу ума. Насколько хорошо ум работает – это показатель того, как хорошо работает тело. Мы постоянно испытываем стресс, мы не спим правильно, мы неправильно питаемся. И все это рано или поздно зашлаковывает наш организм. И как раз панча карма – это такой метод, который помогает очищению. Итак, панча карма в основном состоит из пяти очистительных процедур. Каждая из этих процедур воздействует на разные системы нашего тела. И получается, что комплекс этих процедур действительно очищает тело на таком физическом и на более тонком плане. Это очень важно. Чтобы правильно распределялась энергия, чтобы человек чувствовал всегда поток и находился в этом потоке. Это очень важно для бизнеса. Это помогает творить, помогает придумывать новые проекты и, конечно же, поддерживать старые. Панча карма помогает, в первую очередь, от усталости, от выгорания. Она снимает депрессию, снимает накопленные шлаки, снимает накопленные разочарования. И также панча карма работает на психологическом уровне, потому что она помогает убирать вот эти проблемы, которые мешают человеку двигаться вперед. Это важно. Опять процедуры, они какие? Обычно в панча карме используются такой постепенный подход. Во-первых, индивидуальная консультация с врачом, она важна. То есть это не какой-то типа всем все одно, то есть врач смотрит, понимает, что если у меня, к примеру, там желчные проблемы, то он мне не дает пить литр масла. Именно так, да. То есть это индивидуальный подход, причем консультация такая каждый день. То есть даже если программа уже как бы назначена, но все равно врач корректирует каждый день, что происходит. Смотрит по состоянию. Да, именно так. То есть как человек переносит процедуру и так далее. И в основном это несколько дней с начала подготовки, то есть с помощью диеты, с помощью расслабляющих массажей и процедур. Там массажи по 4 часа в день. Да, 3-4 часа в день. И на самом деле это не так легко, как кажется, потому что это надо все перенести. То есть, конечно же, в это время нельзя пользоваться телефоном, ничего не читать. То есть это именно ты лежишь на массажном столе и два человека тебя усердно массируют. В 4 руки. Да, в 4 руки. Причем это специалисты хорошего уровня, потому что они занимаются этим по 10, по 15, по 20 лет. То есть вот. И так, причем массаж может быть выглядеть со стороны одинаково, но дело в том, что в Айурведе используются масла, в которых варят травы. И для каждого человека свое масло. То есть совершенно разный эффект. Допустим, у кого-то там мышечное напряжение, у кого-то болят суставы, у кого-то проблемы с ЖКТ. И для каждого человека используются свои масла. А тоже большое количество подготовительных массажей. Потом идут очистительные процедуры, такие как рвотные процедуры. То есть мы там будем прям два пальца в рот или они что-то будут там? Нет, нет, нет. Это специальные травы, человек пьет их. Но эти процедуры делаются выборочно. То есть, к примеру, многие мучаются от астмы. А действительно, в Айурведе есть действительно метод, который избавляет от астмы. И для многих это просто открытие, потому что в современной медицине, кроме как ингалятора, нету средств. Я много слышал, много разных течений древних, где рвотные, это прям очень полезно. То есть, когда у человека много слизи, когда он много курит, это вот как раз. Но есть тоже противопоказания. Следующая процедура – это слабительные процедуры, которые очищают всю слизистую ЖКТ. Это у Таугарни, когда я был в Монтака Чи, мы там прям чистились. Было, было. Потому что многие страдают от вздутия, от газообразования. То есть, это дает большое количество стресса. Многие приводят свою флору в порядок. Но на самом деле, эта процедура, она очень хороша. Потом идут клизменные процедуры. Опять-таки, это не колоннотерапия, когда 20-30 литров вам промывает. Это микроклизмы, которые очистительные, питательные. И эти процедуры, как ни странно, очень хороши для людей, страдающих проблемой опорно-двигательного аппарата, проблемой с нервной системой, проблемой со сном. Потому что кишечник в восточной медицине считается как корень дерева. Если вы питаете корень дерева, соответственно, вот это распределяется по всему телу. Потом идут процедуры, связанные с заболеваниями верхних органов. То есть, через нос, определенные капли прочищения. И есть также рактом окшина или очищение крови. Это герудотерапия и различные процедуры, связанные с кровопусканием. Но все зависит от срока. То есть, давай еще раз. Значит, массаж 4 часа в 4 руки. Рвота, клизма. Слабительная. Слабительная. И мазья. То есть, закапывание через нос. И шестое потенциальное кровопускание. Это либо пиявки, либо надрезики или что-то. Да, в основном пиявки. Но дело в том, что этот массаж, это даже не как очистительная процедура. Это подготовка к каждой из этих 5 процедур. То есть, получается, когда у нас очистительный день, мы не делаем массаж. Но до этого и после этого мы все время делаем очистительные массажи специально. Я расскажу свой путь. Вот как я пришел, как я решил, что я точно еду в это место. Мне на протяжении уже месяцев трех, многие там мои, у меня есть такой эзотерический два из реборд. Мои все там целители, кто со мной работает, говорят, что у меня очень низкий уровень энергии. А я действительно чувствую уже апатию, что вот мы растем, у нас все круто. Но я, блин, уже мне вот сложно читать. Там много мессенджеров, много задач. Я просто офигеваю. Я понимаю, что, блин, хочется расти, но просто сил уже нет. И я такой думаю, блин, ну что-то нужно делать. Я там специально в кэмп, специально же привезли эксперта по медитациям. И так интересно, что вот мы медитируем, а один из тоже экспертов по коучингу приходит, говорит, слушай, он со мной тоже поработал, говорит, ты обязательно в следующий день пей побольше воды, потому что у тебя сейчас должны были высыпаться ментальные зажимы, а из-за этого физически тоже должны шлаки пойти, пей воду. И я понимаю, что вот в этих всех практиках есть взаимозависимость. То есть, либо ты ментально там медитируешь, и у тебя идут раскрытия там зажимов, либо ты сначала чистишь, убираешь шлаки, и у тебя, соответственно, ментальные проблемы тоже уходят. То есть, есть такая корреляция. И, соответственно, мы общаемся с Борисом, я понимаю, что ты реально тот человек, который учил многих моих до этого докторов. И ты меня прям заразил вот этим местом, куда мы поедем. Это остров, где только клиника, и больше ничего нет. Вот там на 80 человек клиника, среди которых еще человек 40 врачей, да? Это в штате Кирал, и Борис туда уже ездишь. Сколько лет ездишь? Лет 7, наверное, езжем. 7 лет. А до этого Борис жил 10 лет в Индии, учился там, практиковал, и изучил всю Индию, много где был. Был в Аюрведо-центрах, где там неделя 8 тысяч евро стоит. И нашел оптимальное сочетание цена-качество. И, соответственно, хочется именно тут поехать, потому что уже намоленное место, которое там не куда-то, типа рекламу увидел и решил поехать, а потому что топовый человек России, туда сам ездит, сам там лечится. Туда ты группы возил тоже, да? Вот. И я прям думаю, блин, вот это прям пришло в Ориен, потому что я чувствую истощение и понимаю, что вот оно пришло в свое время. То есть я в потоке, и получается, что мне самому это нужно. А Сергея тоже, как раз Сергей сейчас не с нами, потому что он как раз проходит традиционное лечение. Я Сергею пишу, Серега, едешь? Он говорит, еду. И сейчас я, соответственно, беру маму, папу, беру дочку, тещу, и мы едем всей семьей, приглашаем резидентов «Акселератора» и всех, кто так или иначе чувствует, что ему это надо. Туда мы берем наших нянь, соответственно, можно поехать будет с детьми. Там есть будут детские игрушки, детская площадка, там безопасно, хорошее место. Там ты был уже со своими детьми, с нянечкой. Я действительно ездил много раз с семьей. У меня трое детей, двое маленьких, и мы как раз с ними ездили. И для меня первый раз, когда я вообще не любитель возить детей в Индию, но я, потому что прожил долго, я понимаю, что там может быть. Но вот первый раз, когда мы года 4, может быть, 5, с женой, с детьми съездили, и я удивился, что тогда дочке было 3 года, парню 5, я удивился, что у них даже поноса не было ни разу. На самом деле это очень важно, потому что, когда русские едут в Гуа, там они только и лечатся от поноса, пожалуй. И то есть остров в этом смысле чистый, реально. И действительно там нет ни коров, ни машин, ни лишних людей, потому что они никого не пускают. Там даже не туда дороги, туда же ты приезжаешь, на лодочке. Да, на лодочке. И поэтому такой идеальный микроклимат. Многим кажется, что остров как так, невозможно вырваться. У многих же островная болезнь, есть еще такое. На самом деле это не так, потому что мы организовываем программу таким образом, что через день обязательно куда-то выезжаем, ездим по храмам, по другим клиникам, ездим на фабрику, где производят аэровидические препараты. То есть люди все вживую смотрят, обязательно трогают все это. Вот, мы ездим в шопинг, там такой храмовый шопинг есть, очень много. Мне кажется, еще важная заметка такая, это как мы едем, такой предприниматель с тусовкой. Основатель этого центра, у него еще два таких в других локациях, это самый богатейший бизнесмен штата Кирал, один из богатейших индусов в мире. И для него эта клиника – это не бизнес, а благотворительный социальный проект. Это тоже важно понимать, почему там такое сочетание цены и качества, потому что это не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы пользоваться, дать людям. И с вероятностью 90% мы поедем с ним знакомиться, посмотрим его автопарк. У него один из крупнейших автопарков в мире старинных автомобилей. Да, там, кстати, пару лад есть даже, я видел. У него несколько спортивных машин. Он рассказывал вообще про историю свою, что так как у них большая семья, и в Индии действительно вот семьи, они живут брат, сват, брат, двоюродный, троюродный, они все вместе живут. И у них, они одни из первых, кто еще до того, как Тойота вошла в Индию, они собирались делать свои машины. Но они переключились, потому что у них огромные плантации в Томилнаду, в других штатах. И они переключились на продукты питания, не выращивая чай. И очень уважаемая семья, потому что я несколько раз с ними ездил, ну, к ним относятся очень хорошо. Вот, они очень рады русским. Всегда обязательно, когда я приезжаю с группой, всегда приезжают, общаются, приглашают в свой дом, кормят нас. Правда, лично для меня это невозможно есть, потому что все очень острое. Но они делают это реально с любовью и очень хорошо относятся. Им действительно нравится, потому что в Индии у многих отношение к белым такое вот не очень, а им нравится, что к ним приезжают люди, что люди любят аюрведу, панчакарму. И я часто думал, что у них поверхностные знания, но несколько раз мы беседовали про травы, и я удивился, насколько они в этом разбираются. У них есть много уникальных препаратов, которых нет у других, потому что аюрведа основана на омоложении, на рассаянии. И вот они для семьи, для своей, пару раз давали мне пробовать, делают препараты, которые улучшают качество жизни, продлевают жизнь. То есть улучшают все системы, дают большое количество энергии. Конечно, мы подумаем о том, как это организовать на всю группу. Прикольно. Получается, что одна из богатейших семей Индии, у них есть какие-то снадобия, с которыми у нас поделятся, и мы станем красивее, молодее. В общем, берем все жен, жены станут более упругыми, и кожа более бархатной. Все именно так. И на самом деле в аюрведе и в панчакарме они очень серьезно относятся к красоте, к красоте кожи, которая начинается изнутри. То есть они приводят в порядок кожу лица, волосы, действительно кожу тела приводят в порядок суставы. У них есть очень много для женщин таких косметических процедур, которые они делают тоже, используя полностью травы, то есть все натуральное. Они даже такого обычного мыла не дают. Они дают специальный сбор трав, которым можно мыть тело. То есть получается такой и скраб, и мыло в одном. Потому что многие, кто знаком с натуральной косметикой, знают, что есть, допустим, мыльный орех. Он действительно мылится, он моет тело. То есть не нужно думать, что мы там все грязные будем ходить. Но вместе с травмами получается прекрасное сочетание. То есть кожа действительно улучшается, причем на продолжительное время. А надо понимать, что когда живем в городе, экология не очень, пища не очень и много стресса, то кожа и сохнет, ухудшается ЖКТ. И от этого кожа ухудшается. Действительно, она становится менее упругой, такой более старой. И вот эти процедуры, они как раз помогают привести все в норму, улучшить состояние. Эта клиника, в которую мы едем, она с 2001 года функционирует. То есть там гипер уже все профессионально. Да-да. При этом, насколько я понимаю, у меня друг, вчера мы как раз общались с Иваном, он говорит, что папа отправил, а папа реально там у него был стресс, потому что индусы по-русски не говорят, он по-английски тоже не очень. И получается такой стресс. А у нас большое преимущество. Ты с нами едешь, соответственно, ты будешь вести, и мы можем тебе показать свою историю болезни. Ты там скорректируешь, посмотришь, объяснишь, что с нами делают. Потому что там такое ощущение, что они там что-то шаманят, что-то делают, но нифига не понятно зачем. Соответственно, ты будешь нам вести лекции, объяснять, что с нами шаг за шагом происходит, что с нами делают. И мне, по крайней мере, важно понимать, что со мной происходит, когда я больше верю в метод и больше вовлекаюсь. О чем нам будешь рассказывать, какие лекции будут? Ну, во-первых, традиционно мы встречаемся, если не каждый вечер, то через день. То есть у нас выезд есть один вечер, а один вечер мы встречаемся. Я обязательно рассказываю, что с нами делают, то есть почему такие процедуры, почему вам такие, а другому, другому, то есть не нужно завидовать, это важно, что другому. То есть там они корректируют, там, пита, вата? Да, они корректируют в зависимости от конституции, они корректируют в зависимости от основных проблем человека и вот результатов, которые человек хочет достичь. и рассказываем, разбираем препараты. Многие вещи я обсуждаю с врачом, корректировка. То есть вот и в этой клинике, чем хорошо, там недалеко живет семья индусы, у него жена русская, и они тоже берут ее как переводчика. И у них есть один врач, который закончил медицинский в России, и он у них работает как переводчик. Он теперь не врач, он просто переводчик, в общем, оригинально. Но тем не менее, то есть у них есть перевод, и я думаю, что для спецпакетов мы сделаем, что я лично тоже буду сидеть на консультациях, смотреть. Да, премиальный пакет, где ты будешь лично вести, смотреть, корректировать. У тебя есть свои механики, в том числе ты можешь там и шею поправить, и там спину посмотреть. И на врача надавить могу. Скорректировать. Сказать, что нужно, да. Так что все нормально. В общем, ребята, мы в надежных руках, Борису можно верить. Это вот вы, ну, посмотрите, почитайте. Оказывается, моя жена, когда мы только готовились к первому году, уже пересчертила все труды Бориса, но она просто не знала, что это Борис. Вот. Соответственно, и... В общем, мы в надежных руках, поедем с нами. А сейчас давай расскажем про погоду, почему июль. Многие считают, что это там сезон дождей, либо наоборот жара. Я был практически 12 месяцев разные... Ну, я был на юге Индии и тестировал климат во все 12 месяцев. Могу сказать, что июль – это идеально. Это сезон дождей практически заканчивается. Дожди идут редко. И так как мы находимся на острове, это своего рода такой микроклимат. Примерно 27-30 градусов. Я помню, что в прошлом году, в это время, когда мы были на Панчкарме с женой, там в Москве было 33. То есть это даже прохладнее. То есть поедем в Индию за холодком. Да, холодиться. Чтобы отдохнуть от жары летней московской. И вот на острове микроклимат очень хорошо проветривается. То есть нет ветра, проветривается в смысле вот облака, они как бы уносят их в сторону. И поэтому очень хорошая погода. И сезон дождей, он прекрасен в Керале, потому что когда мы особенно выезжаем с острова, все зеленое, распускаются потрясающие цветы, которые никогда не видел. Очень много растений. У клиники в другом их отделении есть огромная площадка, где они выращивают растения. То есть мы можем туда съездить, посмотреть, потрогать эти растения, понять в чем там необходимость. Борис, важный момент. Вот очищение, оно может сопровождаться и какими-то ментальными сложностями, я имею в виду там какой-то депрессии. А с другой стороны, может ли легко пройти. То есть я понимаю, что ты с нами, ты нам можешь помогать через это все проходить, потому что я на себе пробовал там разные механики. И когда идут шлаки, то и психологически тоже запары возникают. Начинаешь злиться, начинают какие-то там экспрессии. Соответственно, вот можно ли как-то смягчить это все и можно ли в радость вот это все очищение пройти, потому что это все звучит там типа рвотные клизмы, там стол жидкий. Не совсем секси, но с другой стороны, как очиститься, можно ли как-то смягчить и можно ли это в радость пройти? Ну, я, знаешь, вожу последние 5-6 лет и могу сказать, что в основном это проходит все мягко. Конечно же, у каждого человека в принципе в жизни бывают стрессовые ситуации и состояние спокойствия. И поэтому бывает, когда человеку что-то идет не так. То есть плохо, что-то съел по дороге, выпил не ту в воду, не так переваривает масло. Но так как очень хорошая группа докторов, они как раз над этим работают, чтобы все было очень реально. То есть мне что нравится, что это именно такой индивидуальный процесс. Они не бросают все это на вось. И поэтому, если даже возникают какие-то неприятные ситуации, там, допустим, слабительный препарат не подействовал. Надо еще. То есть мы смотрим, там, решаем такое консилиум у нас своего рода. Поэтому я уверен, что все пройдет довольно-таки мягко. Но через 15 дней после начала очистительной процедуры у многих начинают, то, что я тебе рассказывал, эмоциональные проблемы вылезать. И здесь, конечно, особый случай, потому что они у каждого человека разные. Опять-таки тоже обычно всегда в группе есть какой-то психолог, который может, и я общаюсь тоже с человеком, чтобы проработать эту проблему. Врачи клиники дают определенные травы, которые помогают. И в аэровиде очень много процедур, которые снимают не только внутреннее напряжение, действительно стрессовая ситуация, выводят человека из депрессии. Со мной очень часто ездят бизнесмены, которые там перегорели или в депрессии. И есть потрясающие процедуры, связанные с центральной нервной системой, с головным мозгом, которые действительно успокаивают человека и как бы перезапускают. То есть вообще панч-карма – это перезагрузка. Это в полном смысле этого слова. И еще в древности врачи, они писали о том, что человеку очень важно хотя бы раз в несколько лет пройти такую перезагрузку, потому что это как бы новая такая ступень в жизни. По поводу перезагрузки, там интернет будет, но он будет слабенький, правильно? И в целом интенсивность такая, что нужно много процедур проходить, потом отдыхать после них, поэтому перезагружаться нужно желательно без телефона, без интернета и не планировать много. И еще важно понимать, что у нас будет два пакета. Один на 21 день – это оптимально. Это вот как раз-таки тот волшебный период, с которого проходят большие перемены. Будет пакет на 14 дней, но как раз-таки особенно психологически-ментальные нюансы, они начинают решаться и выходить, а очищение реально начинает проходить уже на 15-й и дальше день. Поэтому найдите еще дополнительную неделю, и уделите себе, и едьте на 21 день. Я считаю, что важно именно 21 день, потому что вот в этом году, допустим, я делал эксперимент, я ездил ровно на 7 дней. У меня даже какой-то клип, там я в Ютьюбе пустил. Я могу сказать, что 7 дней – это то, ради чего вообще не надо в Индию ехать, потому что не имеет смысла. Ну, это то же самое, что в Москве сходить в массажный салон, там неделю взять просто и каждый день походить на массажи. То есть не успеваешь переключиться, очень хорошо расслабляет, ты отдыхаешь, высыпаешься, отъедаешься, можно сказать, но не переключаешься. А вот где-то там на второй неделе начинается такое переключаешься, и ты понимаешь, что многие вещи вообще не твое, не нужно делать. И начинается такой новый виток. Мы даже и не будем делать 14-дневный, сделаем прям 21, чтобы в день не было колебаний, типа там 14-21. Кстати, стоит, да, потому что многие, знаешь, кто не знает, они точно возьмут 14 для того, чтобы… А непонятно, что там будет, 21 зачем? Ну, слишком много. Так что, ребята, извините, будет 21-14, скорее всего. Расскажи, пожалуйста, ну, какие метаворфозы происходят? Там, человек приехал в состоянии одном, уехал в другом, и, ну, какие-то типичные примеры, вот, от чего человек избавляется, что у него происходит? Здесь важно понимать, что на панчакарму едут не только, когда болеют, потому что панчакарма, она помогает тем людям, которые практически здоровы. Правда, в медицине говорят, что ты здоров, потому что ты не полностью обследован. То есть, едут люди здоровые, более-менее. Для них это именно очищение организма. Ну, как я, я еду, мне больше для энергии нужно, чтобы был драйв в бизнесе, да, я не вижу каких-то проблем там с телом конкретных, но я вижу какая-то начинается апатия, я понимаю, что что-то энергии не хватает, а уровень стресса, он растет, я понимаю, что проблема в том, что нужно перезагрузиться и там переключиться и поискать какие-то новые, новые грани. Да. Вот, и вторая группа – это люди, люди, у которых действительно есть какие-то болезни. Они могут быть легкие, только что начавшиеся, там, допустим, проблемы с ЖКТ, проблемы с энергией, проблемы с сердцем и так далее. И, но панч-карма также очень хорошо помогает людям с хроническими заболеваниями. То есть, проблемы опорно-двигательного аппарата, проблемы нервной системы, эндокринной системы, там, щитовидка, проблемы с сосудами и другие заболевания. Потому что аюрведа подходит комплексно именно системы. То есть, какие системы болеют, на такие воздействия. Кстати, вот меня очень интегрировало, он в общении с тобой, ты говоришь, что обычно ты приходишь, там, к кардиологу, он тебе прописывает что-то, приходишь к другому, он тебе прописывает, там, от почек что-то, к третьему приходишь, он тебе от печени. И получается, они, а между собой они не связаны, и они просто, там, дисбалансируют все системы организма и появляется какая-то, ты говоришь, аллергия. Да, медикаментозный гепатитр называется. медикаментозный гепатитр, это то, что появилось, там, 10 лет назад, то есть, чего раньше не было. И получается, что вот из-за того, что нету комплексного подхода, они просто херачивали разные медикаменты, в результате сужают печень, а лечили, там, сердце. А у аюрведов, комплексный подход, они лечат травками, массажем, маслом. Да. Это вот то, что привлекает. И подход именно системный, то есть, не лечат органы отдельно, а подходит к системе. Ну, так как метод аюрведа, он отработан, пожалуй, несколько тысяч лет, поэтому методы используют такие же, они не меняются, и поэтому очень хорошее воздействие на человека. Вот закономерный вопрос, почему все же, там, современная медицина, они, они там пытаются изобретать велосипед, какие-то вот медикаменты, не, не идут, там, китайскую, ну, восточную медицину, там, китайская, либо аюрведа, а что-то тут новое, это там, вот, я слышал, что это, типа, все всем рулит, там, фармкомпании, в чем проблема? Ты знаешь, так как по первому образованию я врач, я также закончил медицинский факультет РУДН, могу сказать, что основное направление это убирание симптомов, то есть, человек, приходит пациент в поликлинике, у него болит живот, ему дают таблетку от боли в животе, и вот, панчикарм, она как раз для того, чтобы все, что у вас развивается, оно прекратило развиваться, все эти болезни, и мы как бы вернулись на такую хорошую точку и шли вперед, шли дальше. Окей, ну, ты уже сделал там на мини-мастер-классном о том, как правильно питаться, как правильно спать, как правильно сексом заниматься, соответственно, там нам даже более глубинные там разные механизмы. Обязательно мы… Мы очистимся и станем есть правильно, спать правильно. Правильно любить. Да. К вам холостые парни и девушки, которые ищут бизнесменов. У меня, видимо, карма Амура, и я всячески обвиняю людей, и вот делаю эти все кемпы, выезды там, в том числе и остров на Мальдивах, это тоже такая, видимо, моя там карма. И для вас я организую мэчинг, чтобы вы сэкономили на порчикарме и жили очень интересной жизнью в одной комнате. я думаю, что если они совместно перенесут этот опыт, то это будет крепкая семья. Со здоровыми детьми. Да, со здоровыми детьми. Борис, что нужно брать? Там, соответственно, погода комфортно, 27 градусов, ночью там тоже тепло, не нужно шубу брать. Спальники тоже не надо. Окей, что брать с собой? Нужно какие прививки, какие там заключения врачей, что нужно? Если у человека есть какое-то хроническое заболевание и он действительно ищет метод решения, я бы советовал с собой взять заключение врачей. Мы там вместе как раз с местными врачами это все разберем, потому что часто, когда они сомневаются, они просят делать анализ крови, анализ того, другого. Если это все есть, берите. То есть не надо делать специально. А если говорить про одежду, так как 27 градусов и днем, и ночью, Керрилл, она как раз этим отличается, достаточно взять с собой купальник, плавки и так как массажи, они делаются с маслами, надо понимать, что та одежда, которая будет на вас одета в этот момент, она, конечно, придет в негодность. Поэтому, если у вас есть какой-то старый комплект завалявшийся, который вы только на даче используете, возьмите его с собой, вы как раз там его и оставите. В общем, у нас будет антигламурный ашрам, поэтому берите просто там шортики, маечки, которые не жалко, что они навсегда выпучкаются в масло. По поводу прививок, у меня часто люди, с которыми я езжу, спрашивают. И я бы не советовал делать никаких прививок, потому что, ну, во-первых, самое страшное, что, наверное, есть в Индии, это малярия, но от малярии нет прививок, нужно пить таблетки, которые реально губят печень. и заболеть малярия, там шанс очень маленький, поэтому, так как остров очень чистый, вся пища, она проверена, вода чистая, поэтому я даже детям не делаю никаких прививок, когда везу в Индию, потому что, ну, я не вижу в этом смысла. Я прожил сам в Индии 10 лет, и практически ничем не болел, но у меня там пару раз было расстройство желудка, как бы, и все. При том, что я проработал в госпитале. Так, организационные вопросы. Даты, смотрите, на странички, летим все рекомендованными рейсами, тоже смотрите на странички, встречают всех в аэропорту, везут централизованно, участников бизнеса премиум пакетов везут на отдельном автобусе, они там отдельно натворчиваются, им делают все без очереди, у них к докторам тоже определенное время, соответственно, им просто больше внимания от Бориса, личной консультацией и тусовка мини-группы без очередей в более уютном микроавтобусе. В общем, ребят, берем себя, мам, пап, тещ, детей, и едем вместе с нами на очищение души, тела и мозга на панчикарме в Индии с лучшим доктором в России и в мире по аэрведе.